Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А люди берут деньги за то, что, грубо говоря, даются в аренду, и ты просто тупо приходишь, и там что делать. В принципе, с одной стороны, это правильно, потому что я помню, когда я начинала играть, естественно, я училась в тоннеле, потому что вертушек, по-моему, там было два комплекта на весь город, один в тоннеле, другой там, может, еще. А что там за вертушки стояли? Техниксы. Технолюшки. В каких годах они вообще в страну попали? Перестали переделывать там советские? Нет, 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 ни в коем случае. Первые вертушки привез Вестбанк сюда. Такие покоцанные, ну, такие уже видавшие виды, на которых там с Горкиной, наверное, катались. Говорят, у нас был даже в Латвейре, выступал в таком гадюшеньке, там на Ваське был такой клуб. Мне кажется, что Макс может выступать везде вообще. То есть вот такой человек непритязательно, да, ему... Он привез их, по-моему, для планетария. Я точно не знаю, потому что я тогда еще диджейнгом не увлекалась, я скорее просто угорала. Поэтому это все, мне кажется, написано в этой многочисленной литературе, людьми, которые имели непосредственное к этому отношение, там вот Андрей Хас и так далее. Но, по-моему, насколько мне память не изменяет, по-моему, они были привезены для какой-то из вечеринок в планетарии. Просто был, вернее, он и есть диджей Янис из Риги, да, который в свое время играл на бобинном магнитофоне. Слушай, я в 93-м году видеозапись видел Антонио, он на бобинниках там скрэчи делал. Какая-то вообще очень жутко любительское видео, но вы ей честно. Ну вот в 93-м году, например, в тоннеле они уже стояли, эти вертушки. Это были как раз вот вертушки Макса, которые он оставил, когда привез. Ну, вообще, как-то вертушки попадали странными путями. Например, у меня долгое время стояла вертушка, которую мне в свое время воркутинские бандиты решили помочь и дали денег, типа, на два проигрывателя. И, естественно, один проигрыватель мне подогнали поддержанное, а второй проигрыватель с залогенц-френчом. Сказали, слушай, короче, возьми-ка у Лёхи, у него там какой-то допотопный был, вообще, знаете, на фазике на резиновом. Он говорит, возьми этот, а деньги мы потратим, типа, ну, что-нибудь придумаем. Ну, и в итоге, конечно же, деньги, естественно, имеют такое свойство пропадать вообще никуда. И я осталась вот у меня проигрывать. Один из которых был вот этот техникс, тоже побитый временем, вот, с наклейкой радиомафии. Это финская тогда еще была радиомафия, ну, радиостанция. То есть, как бы, откуда вообще, я даже не знаю, откуда у Лёхи залоги на эти. Ну, там были странные времена, там клубы открывались-закрывались, соответственно, аппаратура тоже кочевала отовсюду. А они были там с таким круглым причем? Или вот именно... Нет, нет, фастические вот такие. Да, 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 да. С круглым причем еще в 70-х закончились. Я вот только не помню. Я понял, они, по-моему, даже были серебряные. Может, черные. Не помню, серебряные. Ну, там вот... Я, то, что я видел, это, конечно, настолько унизительная вообще ситуация происходила. Саша, оставь открытый. Жарко. Потому что, ну, с одной стороны, как бы человек, да. Я, когда начинала играть в тоннеле, то я помню, что Миша Воронцов, который наблюдал меня, как бы пытающийся там что-то сделать, он, я помню, в утро, после того, что в 9 утра все такие уже подуставшие, и Миша так важно сидит на какой-то там бетонной стулочке в тоннеле и говорит, знаешь, Лена, никогда ты не научишься играть, пока у тебя дома не будут стоять проигрыватели. И, в общем-то, ну, как бы со временем я поняла, что он прав, потому что учеба заключается в том, что ты, в принципе, как бы только сам можешь научиться этому. Не может человек залезть тебе в голову и научить тебя, там, как, то есть он может тебе объяснить, ну, технические какие-то моменты, но даже признание технические, если у тебя в башке не складываются эти пазики, да, то как бы они не сложатся. Для того, чтобы они сложились, не надо ничего, вообще ничего не надо, кроме практики. И поэтому, естественно, если у тебя дома стоят вертушки, да, и ты постоянно на них практикуешь. Я, например, вообще не знаю теории, да, то есть я училась на вечеринках, на беду, конечно, посетителей, но тогда всем было пофигу, потому что вы были совершенно другими делами на танцполе, просто угорали, и как бы там было, ну, не было прямо вот такой, что, ой, блин, там косяк, и все, я помню, там такие были вообще, не знаю, изъебоны вообще просто. Потому что, например, вот я сейчас поставлю песню, да, которую я купила в Германии, там, в 94-м году. Я не предполагала быть диджакеем, просто у меня есть друг Леша Компас Врубель, который, в общем-то, тоже не предполагал никогда быть диджием. Он приехал сюда из Якутии, потому что его Боря Гребенщик был. Греша был начинающим художником каким-то субкультурным, да, там в Якутии у себя, там, даже где-то там, какой-то городок-то, я уж не помню, не суть. И вот будучи там на гастролях, такая легенда, да, как мне Леха рассказывал, он познакомился с аквариумом, и они настолько были им очарованы, что, ну, как-то, знаете, человеку как подвижному, да, ему только скажи. И Леха вот переезжает в Питер, и он занимался тем, что мы там, мы познакомились с ним на фонтанке, и мы жили потом там в скотах разных. Если вы понимаете, о ком он говорит, это Леха Компас Врубель, очень известный, офигенный диджи, один из моих любимых. Он в Москве 100 тысяч лет уже. Он в Москве с 94-го, 5-го года. Я его, когда уже начал слушать, я уже был конкретно московский дипломер. Вот, он открыл клуб LS Dance, и, собственно, вот с этого момента, это был 95-й год, да, 94-й, да, с Костей Челитой и его братом, и они там, типа, зависли, и все. И Леша там такая села, там больше возможностей, конечно, или с точки зрения, может быть там, ну, а так как Леша бродяга, да, то они как бы, в общем-то, все равно и... Ты знаешь, он разную очень музыку играет. Да? У него настолько, как бы, диапазон, вот, в смысле формата обширен, да, что ему, в общем-то, он может любое, что хочешь сыграть. Ты ждешь от него одного, а он тебе может сыграть совершенно другое. И... Ну, что-то не часто гост в нашем городе. Почему? Бывает, да? Ну, он бывает, да, но просто я... Ну, вообще давно его не слышала, но как-то он наезжает все время. У него просто есть очень много друзей, и он всегда с удовольствием... И он на всех наезжает. На всех наезжает. Ну, сейчас я к вам наеду. И я уезжала в Германию, и Леха меня попросил, говорит, знаете, сто долларов, поменяй их, типа, на дойч-марке, и купи мне пластинок. Я говорю, Леха, каких пластинок-то? Он говорит, слушай, ну, я, говорит, так не знаю. Я говорю, а я, типа, знаю, да? Вот ты интересный, конечно, человек. Он говорит, давайте просто дам список, там, ну, то примерно, что мне нужно, да? А ты, как берешь магазин, просто вот так покажешь, и скажешь, мне надо вот, например, вот что-то типа такого. Я, значит, беру эти деньги. А, ну, в Берлине я жила три месяца. Естественно, там буквально через три-четыре дня я попала сразу вот в эту вот кота Васю. Это как раз был вот 94-й год, самый просто пик вот этого всего там движухи вот этой. Она, в принципе, и не заканчивается. Я вот сейчас в июне была. Там вообще ничего не меняется. И я пришла в магазин Hardvax, потому что это был самый большой, ну, и, в общем-то, наверное, единственный магазин такой, более-менее достойный. И известный хотя бы у нас, да? Потому что у нас тоже диджера было мало. В итоге я прихожу туда, а там стоит девушка с зеленой такой башкой, ну, стриженной, даже не зеленый, синий. Да, наверное, вот такого вот цвета. Я подхожу к ней и говорю, знаете, вот мне надо вот это, вот это и вот это. Я потом с этой девушкой встретила. Это была электрик индиго. Я потом с ней на казике познакомилась и ездила к ней в Австрию уже спустя там много лет. Вот. Но тогда она работала в магазине Hardvax, вот эта австриячка. И она говорит, да. А электрик индиго – это такая дама, чтоб вы знали, которая рубит вообще нормальный музон. Она как бы и сама пишет музыку достаточно жесткую, и играет, ну, техно такое, честное, как бы, нормальное. Причем у нее там огромный лейбл. Я даже не знаю, как это назвать. Феминистическое какое-то сообщество. Они меня… Я в свое время там имела неосторожность дать ей мое мыло, и на меня постоянно сыпятся письма, там, вплоть от того, что я уезжаю из Берлина на две недели. Кому нужна хата? Ну, типа, ну, вот они между собой девки. То есть это как бы полу-лесбийская, полу-феминистическая такая организация. Они устраивают вечеринки и как-то друг с другом общаются в рамках вот этого своего сообщества. И Сюзана там, типа, королит, в общем, на этом райончике. В общем, она мне надавала пластов. А я, ну, как-то подрабатывала там в Германии, у меня были деньги. Тратить их, в общем-то, было особо некуда, потому что в клубы меня и так водили, ну, бесплатно, да, потому что как-то я так сразу какую-то тусовку такую сплатить мне особо было не за что. Копить деньги там на то, чтобы потом жить в Питере, ну да, какое-то количество. Но я подумала, что мне пойду, когда дорожка-то протоптана, пойду-ка я тоже поковыряюсь. Ну, и вот стала ковыряться, и вот наковыряла. Вот после вот этих пластинок, ну, условно, да, я взяла вот одну из этой, вот из этой вот. Это такой, ну, не был с Акмеплазмой. Ну, вы все, конечно, знаете, такой евротранс. Тогда не было евротранса, тогда был просто транс. И это на тот момент, во всяком случае, по ситуации для Питера это считалось самой жесткой музыкой. Но я могу сказать, что там такая скокость вообще. Мы играли на плюс восемь это все еще. Песня такая задушевная вообще. Просто улюб. Оно очень смешное. Я, конечно, была одну. Прожила в Агалу. Естественно. 25 лет назад. Нет, даже не помню. Это девяносто... Нет, как же двадцатая. Ну, восемнадцатая. Нет, к сожалению, даты. Но я ее купила в девяносто четвертую. Это шесть. Допустим. Четвертая, это шесть. Допустим. Допустим. Зачем? Играли мы его вот так вот обычно. Ну да, понятно, что она очень наивная такая. Но я к тому, что она оказалась очень содержательной, трагичной такой какой-то прям. И такого плана, конечно, она у меня была одна. Я считал самым главным хитом в своей коллекции из 20 пластинок. Но... 20 пластинок – это все, что из Германии? Да, это все, что я привезла, с чем я начинала... Ну, ты знаешь, на самом деле это было приличное уже количество. Ну, с учетом того, что в не таком, в стране еще не очень... Да, в 24... Тогда в Петербурге было 26 пластинок. Ну, а потом... А Ленка выбирала так, чтобы по 4 было. Да, ну... Я стремилась, конечно, к максимальному использованию иностранной валюты вообще. иностранной валюты. Потому что, конечно, да. И проигрывались. Но... Они заканчивались, на самом деле, все равно очень быстро. Эти пластинки. И... Ты заканчиваешь плюс 8, ты опять. Заканчивались иногда по 2 раза, ты опять. Но это было очень редко, потому что... Ну, потому что, да. Потому что, на самом деле, я доехала... Как бы, я такая приехала... А... Я позвонила 9 мая... Подожди, 9 мая... Нет, не 9 мая. В апреле. 12 апреля. Я позвонила... В апреле был год тоннелю. Я звоню, значит, Андрею. Ухасываю на домашний телефон. Потому что у меня было мобилы. Попадаю на Андрею. Я говорю, Андрей, там, типа, занял рождение клуба. Тролевали. А они там все же навесили. Он такой, давай приезжай, быстрее играть будешь там где-то. Я говорю, я пластовку пью. Он говорит. Ну, а мы просто дружили так как-то. Фильмы там про фашистов у них там были снимали. Особо там, типа, как бы, никто не претендовал на диджейские какие-то функции. Ну, вот такая фраза, она меня так подбодрила. И вот я, значит, я 24 августа, 20-го я приехала. И 24-го Андрей меня уже ставит. Говорит, давай, приходи будешь играть. Я такой, ну, я там в Германии, конечно, там каких-то наркоманов, там, конечно, у всех вертушки дома. И там они пока угорали. Я там что-то пыталась там включать-выключать. Но понятно, что никто не давал мне этим заниматься. Потому что кому нужна какафония, когда все угорают, на расслабоне там накурились там гидропона и валяются, да. А я тут со своими вот этими вот изысканиями, типа, дайте мне поиграть. Там еще смешной был момент такой, но вот это прям такая классическая история про трудный путь такой, да. Ну, я с юмором к этому отношусь. Я на одной из вечеринок в клубе «Турбина». Сейчас этот клуб переделан уже довольно давно. Он переделан в какая-то клуб, какая-то садомаза, значит, такое местечко. А раньше это был автопатийный клуб «Турбина». Он был такой, как бы, больше трансовый. И там после вечеринок собирались, ну, прям все самые броженые ребята. Прям все, ну, как бы, все диджеи там из всех клубов, какие-то там самые ярые тусовщики. А тусовки не заканчивались. То есть я за сколько-то месяцев, там сколько я там была, получается, апрель-май, июнь, июль, ну, почти четыре там с чем-то месяцев, я спала очень мало, потому что было совершенно некогда. То есть если, грубо говоря, там в пятницу, в субботу начинался самый угар, да, в воскресенье он еще не заканчивался, а автопатийный день считался понедельник. То есть были такие клубы, которые, так как это было лето, очень много в Берлине открытых площадок, всяких разрушенных споттерских таких сквериков, домиков, где очень удобно. И там же там немножко все устроено по-другому. Там никогда не придут мусора, да, если это частная какая-то территория. Даже если она арендована частным лицом, все равно для того, чтобы туда какую-то... Я вообще ни разу не видела облавы там, хотя как бы там такой стоял угар вообще адский просто. То есть как бы люди... Я приходила там домой каким-то друзьям друзей. Человек такой письменный стол, да, например, он вот так вот достает, открывает ящик, у него один ящик письменного стола, ну, примерно, да, даже если маленький письменный стол. Он весь засыпан таблетками, там, розовыми. Там во втором ящике у него столько же там пачек амфетаминов. И это все как бы считалось, что... Я говорю, слушай, это тесто жить-то не страшно вообще с такими вот вещами? Он говорит, а что, это, говорит, для моего личного пользования. Я говорю, ни фига, ты бегемот вообще. Столько жрать. Буквально. Буквально. Ты чего? Это клавикен. Ты чего? И... То есть я вообще не понимала, как там люди живут, потому что... Ну, невооруженным глазом было видно, что 70% молодежи Берлина просто находятся в таком наркотическом угаре, не прекращающемся вообще-то в то время. И, тем не менее, все это происходило достаточно позитивно, без каких-то там... Вот, не знаю, ни разу не было какого-то экстрима такого неприятного, да, который мог бы здесь случиться. Ну, если бы у нас, например, да, вот люди ходили в таком состоянии по улицам. А там просто, ну, буквально там в метро заходишь, особенно... У них же такая есть история, что у них... У нас метро закрывается в 12 вне зависимости, будний день или нет. А там такая история, что у них с пятницы на субботу и с субботу на воскресенье метрополитен работает. И он работает, просто он ходит реже. То есть он ходит там раз в час, может быть, ходит или в полчаса электричка, да. И все вот эти поезда утренние, во-первых, туда не суются контролёры. Ну, это опасно для жизни, мне кажется. Контролёры сами ходят? Да, они сами контролёры. А контролёры, кстати, из этих же. Просто потом на исправительные работы, если бы там кого-то там пригнули, и потом туда же... Машинисты ходят поприличнее. Машинисты в униформе. Да, и там, короче, утренние вот эти поезда, это, конечно, нонсенс такой. Для нас это, ну... У нас, мне кажется, только после матча с «Зенитом» может происходить, когда целевая аудитория... Там неважно, турбину закрыли, оп, 7 метра такие. Да, да. Ну и вот про турбину, короче говоря, я там знакомлюсь с одним чуваком. Естественно, всё это в каком-то непонятном дыме, да, там, типа, происходит. И... Ну что-то слово за слово... Он такой, типа, а чё, чё, как? Я говорю, да ничего. Я говорю, тут это... Пережидаю. Трудные времена переживаю. Типа, в Питере, как бы, жить негде. Приехала у вас тут пожить. Он говорит, да, нормально. Типа, как бы, хочешь подзаработать? Я говорю, да, хочу. Он говорит, я, короче, работаю на лейбле. У меня лейбл. Даже забыл, как он называется. Ну, это лейбл, мне кажется, они наркотиками дороговали. Смотрите. Как бы лейбл был через один вообще. Ну, и у меня там, типа, приходят люди, там у меня с ними переговоры. Там, говорит, в принципе, просто двухкомнатная квартира. Нужно её приходить там убирать. Я говорю, слушай, я денег не возьму, но если у тебя есть аппаратура, я готова, как бы, по бардеру. Мне, потому что делать всё равно днём нечего. Он говорит, да, хорошо. Потом это, конечно, приняло немножко комичные формы, потому что я, честно, значит, там приходила, набывала эту квартиру, но на этой квартире постоянно были революционные сходки, значит, тре-пати, авто-пати и ещё на неделе они там. Они там, значит, одна комната, это спальня этого Николаса была, во второй комнате стояли вертушки. И огромный такой стол вокруг стола, диваны кругом, такие низкие. И вот просто приходили люди, уложились на эти диваны и начинали просто употреблять разнообразные наркотики. Ну, кому что хочется, в общем. И это когда они ещё три-пати, они ещё живенькие, да, когда авто-пати, они уж, конечно, все вообще вауны. И я, значит, там ходила, что-то там чай носила, там ещё чай. Они как-то, сука такая очень буржуазная. Он такой говорит, да, это у меня вот русская рабыня ходит. Но при этом, значит, я, во всяком случае, у меня был доступ, я хотя бы, ну, поняла, я хотя бы потрогала, да, эти вертушки, потому что в тоннеле-то я как бы туда не заходила, мне даже не интересно было. Ну, я говорю, играть, соответственно, мне никто не давал, потому что, ну, люди отдыхали, они предпочитали, конечно, слушать более гармоничные миксы, уже как бы известных дежакеев и так далее. А другого времени у меня просто не было. То есть я была нужна исключительно, когда вот они лежали в невминозе, и их нужно было что-то ухаживать за ними. Ну, и в итоге мне, конечно, всё это, я подустала от этого всего. На этом, значит, знакомство с аппаратурой у меня закончилось. Продолжилось, она уже непосредственно на моём первом выступлении в тоннеле, где я играл ровно 40 минут, мне кажется, что-то такое. Ну, и, в общем-то, все меня хвалили. Я очень сомневаюсь, конечно. 20 пластиковых, 40 минут, да? Нет, ну, я, конечно, старалась, нет, я, конечно, выбрал, мне казалось, что... Самый модный. Да, самый модный, ну, естественно, вот это было помаловерно, вообще всего, это был разрыв. А так как все жрали таблетки, то, конечно, вот этот женский вокал на 8 киловаттах, или сколько там в тоннеле тогда стоял, четвёрочка, пятёрочка, конечно, это в разрыв, да, просто все были в хлам и в тряпке. Ну, и, соответственно, вообще, как бы, в 90-е годы это такое смешное время, потому что оно очень хорошее, потому что оно очень честное в смысле эмоционального восприятия, да, то есть как бы не было каких-то... То есть всё было по-честному, либо людям нравилось, либо людям просто не нравилось. А как бы людям нравилось, потому что больше ничего не было, не было альтернатив, и был только тоннель. И как-то так вот получилось, что круче, чем тоннель, да, 90-х годов, я почему-то вот клуба не видела. И даже я могу сказать, что я даже когда была в Германии, ну, в Берлине, я уже скучала по нему уже в 94-м, хотя он открылся в 93-м, и я туда там типа годика ходила, в 94-м я попала в Берлину во всю эту кашу. И потому что как-то вот публика была очень, я даже не знаю, как сказать, ну, не богемная, богемная, конечно, тупое слово, но просто туда ходили люди, которым это было действительно очень надо, вот прям реально, и которые были отчаянные, ну, там были такие персонажи вообще сказочные просто. И какой-то вот момент, конечно, социального вот этого вот, ну, я бы называла это рок-н-роллом таким, да, как бы электронным рок-н-роллом, потому что по большому счету все эти, конечно, мероприятия, потому что 90-е годы было время достаточно трудным, да, для всех, и для молодежи тем, и поэтому казалось, что, в общем-то, ничего лучшее и нету, кроме как забиться в подвал, упороться там, и, короче, танцевать, там, не знаю, дружить там, влюбляться, разлюбляться, ну, какая-то жизнь происходила очень настоящая. И когда мы выходили, куда-то ехали за город после тоннеля, например, мы выходили, как космонавты просто на эти перроны, вообще, вокруг нас ходили люди с собаками или песками, да дачники с ведрами, это все было, конечно, очень забавно. Потому что в таком режиме просуществовала, ну, довольно большая часть тогдашнего поколения, тогдашнего не было. И вот как-то было очень сложно с этим, было очень сложно отмириться с тем, что когда все это стало уже принимать более коммерческие формы, то я, например, в тоннеле, я понимаю, что, я понимала, что там зарабатывались деньги, естественно, люди сюда не ходили бесплатно, просто я ходила туда бесплатно, и всех людей, которые попадались мне на глаза, я проводила, в тоннеле тоже бесплатно. И поэтому мне казалось, что там все бесплатно, и все как бы, то есть зарплату я получала, может быть, раз в 20 долларов я получала раз в 2-3 недели, мне казалось, что это огромные деньги. Мне, в общем, не надо было платить за жилье, потому что я жила в сквоте, там вообще ничего не надо было, там просто все чужое было, и вода, и электричество. И, как-то, а потом все, вот, не знаю, просто. Ну, что касается музыки, то, конечно же, как я вот уже в начале сказала, да, у меня были первые гастроли в город Москву, в клуб Манхэттен, по-моему, так он назывался, где я играла со Славой Финистом, с Лехой Чернородом, как раз, и еще, а, и с Богданом Титамиром, или он там просто был, не помню. Ну, не суть. И вот тогда вышел первый флайер, на котором было написано, и оттуда, вот, кстати, и пошла вот эта вот дурацкая формулировка, которая до сих пор меня преследует, что, типа, и первая девушка-диджей, играющая транс на виниле. Вот транс это было, я так понимаю. Это было очень, конечно, забавно. Но был еще клуб ЛС Дэнс, который Леша Комбас открыл, тоже очень смешное место, в ресторане, который держали, узбекская группировка держала этот ресторан. И время, ну, как бы, всю неделю это работало как ресторан, то есть там на кухне были такие огромные, знаете, как в столовках раньше, такие квадратные кастрюли, как в армии готовят, я не знаю. Они там в плов все время варили, а по субботам и воскресеньям они туда кидали этот, а на шоу они туда кидали? Пловцы жирные. Леха Комбас со мной сказал, пойдем, пловчика поедим. Мы вам поели этого пловчика, нормально. Я когда обнаружила Костю Челиту, который вот так вот сводил слипмат, вот так вот он сводил слипмат, и говорю, блядь, чё ты не плевай, я чё не дядю что-то не могу сказать. Ну чё мы варили в Челиту? И мы с Лёхой сидим таким, что я с кем с тобой заглядываю. Мы говорим, да, всё понятно. Хороший плов, да. Ну задавайте вопросы в режиме монолога, как на радио. Когда техна началась? Ты знаешь, оно началось постепенно, после вот этого всего, да, конечно же, по поводу пластинок. Пластинки брать было негде, у нас не было таких пластиночных магазинов. Первый пластиночный магазин, который открылся, был пластмассом, да, насколько я понимаю, в котором, собственно, тоже мне посчастливилось поработать. Это был девяносто восьмой, девяносто седьмой, девяносто восьмой, девяносто восьмой. Я первый пластинок брал. И, а до этого вот эти вот, получается, три года ездили в Финляндию, ну я лично, ездила в Финляндию, ездила в ту же Германию. То есть это была прям целенаправленная поездка, не то, что там отдохнуть или посмотреть на заграницу. Нет, я ехала за пластинками. То есть меня не интересовало ничего. Я приезжала, и я целыми днями ходила в пластиночный магазин. А так как, естественно, никакой информации, да, там типа сейчас есть интернет, да, ты можешь там залезть, все посмотреть там, что куда там, ну и примерно там что-то знать, то приходилось искать, примерно так, ты заходишь в магазин, и в восемь часов ты там стоишь, и в восемь часов ты как бы копаешься вообще в непонятных тебе. То есть я как бы... И у меня тогда выработался определенный способ выбора материала, да, я ориентировалась, ну для того, чтобы сначала что-то взять послушать, нужно что-то взять, а что взять, когда там куча пластинок. И, конечно, ты ориентируешься на дизайн. То есть если налицо натека в трусах, то это как бы вообще не подходит. Это у Саши. Если там какие-то там розочки, цветочки и какой-нибудь там, ну какой-то шрифт, да, подозрительный, там, в стиле, там, не знаю, там, дансы на розы, то это тоже как бы не подходит, да, потому что это либо транс, ну или есть вот эти вот булькания, там, это голод раз, там, какие-то пузырики летают или еще что-то, то есть какие-нибудь мобланетяне там бегают, это что выглядит такой. То есть как бы я либо брала вот пластинки, которые вот так вот выглядели, да, просто в белом конверте, а зачастую вообще без ничего, просто белое яблоко. Это так называемый промо-материал, который привозят с компанией дистрибьюторы, привозят в магазины для того, чтобы понять, насколько пластинка ходовая. Если она ходовая, они ее уже перепечатывают с дизайном и так далее, и она уже выходит в том виде. А в таком виде она идет как промо-материал, там даже написано, что она не для продажи, единственная отопись, которая можно, либо вообще ничего, или от руки что-нибудь написано, там, на коляках для домашнего использования, типа, ну, как бы что-то с людям было, работникам магазина было понятно, либо вообще ничего. А так как, ну, как бы, зачем человеку пластинки, да, если он там просто продавец? Он, естественно, в общем, пачку все это ставил, и ты как бы вот так вот все это листаешь, листаешь, листаешь. Я набирала, значит, вот такую вот, ну, там очень удобно, да, вот, конечно, там в этом плане очень гуманно выстроена вся эта история с прослушиванием, то есть, во-первых, много проигрывателей, во-вторых, много стульчиков, то есть, люди, которые хотят купить пластинки, они садятся и могут сидеть там с утра до вечера, хочешь покурил, то есть, тут же у тебя пепельница стоит. Конечно, это необычно, там, ты не куришь, то тебе это не очень удобно, но ты можешь отсесть, да, там, все вполне демократично. И я проводила там, в общем-то, по восемь часов там, выбирала немного пластинок, но прослушала такое количество вообще шлака всякого, и, ну, и стали появляться какие-то пластинки там, да, то есть, я не ориентировалась первое время вообще на стиле, я выбирала только то, что мне нравится, как бы, ну, то, что ласкает мое ухо, да, естественно. Какие там, вот, я не читала никогда, вот, кто там это написал, мне это вообще не надо, блин. Просто, как бы, это может быть, ну, на самом деле это действительно не нужно. Вот, я сколько лет покупаю пластинки, мне это не нужно, потому что, даже если ты знаешь лейбл, да, даже если ты знаешь автора, который выпустил тот или иной, в рейс, и ты берешь его слепо, не слушая, просто, а, о, кареликебуш, беру, хлоп, пришел домой, а там, какая-то туфта вообще, что она тебе и нафиг нужна. Потому что, ну, у каждого же человека, просто человек, когда на потоке пишет, да, вот он, кареликебуш, ну, если уж мы его затронули, он, как бы, пишет, щадит же, да, он постоянно пишет, он очень продуктивный, он, как бы, постоянно что-то пишет, то у него трип-хоп, то у него это, то у него, ну, ну, я же не играю трип-хоп, да, я покупаю такой гибрид, там, а у него там трип-хоп, например, там, или что-то там еще, а мне это не нужно. Для коллекции, да, конечно, хорошо, но когда у тебя ограниченное количество денег, и тебе нужно, в общем-то, в первую очередь, ориентироваться на танцпол, да, чтобы у тебя люди танцевали, то, конечно же, тут как бы уже, вот, о коллекционном материале чисто вот, типа, в таком стеске, там, подходить к этому, у тебя просто нет такой возможности, и, ну, у тебя бабла, может, просто дофига, а у меня вот две люди. Я тоже покупаю то, что мне нравится абсолютно, я не покупаю там одного автора, там, будь я целенаправлен, только его пластинки, я могу там одну-две купить из такого списка, и, кстати, я точно так же ориентируюсь на Джуна, когда я сижу, тоже там же огромное количество выборов, и я всегда выбираю, прослушиваю даже пластинки, и чисто вот интуитивно, визуально, по вот этому яблочу. По дизайну, потому что это целое искусство, конечно. Да-да-да, и я уже заметил, как на самом деле уже работает эта система, как у Васи появилась Пугачёва, конечно. Такая хорошая женщина. Не, Пугачёва просто промо туда отправила, белый, белый, белый. Вот, в категорию синтепоп. Отличная музыка, если честно. Ну, а Виктор Цой, например, я тоже считаю синтепоп «Чистые воды» вообще, ну, какие-то там произведения. Я могу сказать, что я с удовольствием играю, например, оригинал «Нас не запахнет», «Нас не догонят», «Тату», да, потому что она реально брейксовая. И песня, на самом деле, мне очень нравится. И очень странно, я вот сейчас была на гастролях в Архангельске и на Янмаре. Архангельск, такой, казалось бы, там очень хорошая тусовка, ребята, они такие казантипщики, и, в принципе, они хотели, чтобы я сначала, поиграв там техно и брейкс, с утра там мочканула какой-нибудь там плацтеп, ну, как обычно, на счастье это бывало там на казнике. Ну, короче, что попало под руку, ну, такой алкотрэш. И очень странно, что когда я поставила «Тату», например, да, то люди как-то раз-таки и разбежались. И ко мне подходит Семён такой, говорит, вот что значит целевая аудитория. Но на следующий же день я играла в городе на Реймар, и люди как бы реагировали совершенно по-другому, ну, как бы на этот прикол, да, ну, как бы, прикол-прикол. Дело в том, что это не прикол. Дело в том, что качество записи вообще наших, да, ну, у нас люди тратят огромные деньги вот в полкультуре, и мы же не берём там группу «Виагра», да, там, как бы, есть хорошие вещи там у всех, наверное, не знаю. Ну, как бы, попадаются, не попалось. У нас не догонят вообще, по сути, кавер «Продидж» и «Смэк Мобича». Там басовая линия оттуда. Ну, вот, видишь, я об этом не знала, но ты мне видишь, я это чувствую. Это чистой воды, брейкс. Да, чистой воды, брейкс, да, как бы. И он такой, да, очень прям это. И причём, и я заметила, что люди с удовольствием реагируют на какие-то русскоязычные тексты, да, какие-то вот, которые в процессе сета, если возникают какие-то такие моменты. то есть я не говорю о маршапе таком, алкотрэшевом, когда там, типа, уже всё, как я уже говорила, всё, что попало и Юрий Антонов, там уже и баравайки, и всё, и всё на свете. Лишь бы слезу выбивало. Ну так-то, как бы, не знаю, мне кажется, что Вова PCP вчера, у меня вчера Вова PCP на радио была, играл свой «Соматик». Я, кстати, не знала, что «Соматика», оказывается, это изобретение Вовы. Ты даже не знаешь, что такое «Соматика». Это очень медленная техно. Да? Да, это прям... Потому что это изобретение Вовы, никто об этом не знает, кроме Вовы. Не-не, музыка-то офигенная. Мне очень нравится. Такое ощущение, что ты попал на какую-то команду шаманов, когда они с бублами так медленно, они же медленно там прыгают. Ну и Вова же, на самом деле, хороший музыкант. Я говорю, о, Туркен, ты же техно такой писал нормальный раньше, ну как бы все. Он давно уже нормальный играл. У него целая группа, к ним уже подключились европейские музыканты, финны. С удовольствием за них пишут «Соматика техно», потому что это вообще в их... Да? Ну, кто-то, 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 кто-то. Они были бы первые, что-то. Они были бы первые, что-то. Они просят, честно, вразят. А, вот, что-то. Но будут главными. Ну и вот. И что-то мы с словкой стали там угорать. Ну так, типа, за кадром. И... Вообще, на самом деле, такие глупости. Через 200 лет люди послушают и подумают, что ну вообще вся музыка одинаковая. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Меняются только акценты, да? Ну, как бы, мелодика. В общем, этим... Я почему-то слушаю, например, что играют, например, вот... Попса же горимая. Но, с другой стороны, тяжело. И люди, которые въебали, извините, амфетамина, им вообще самое то, как бы. Вот эти вот стероидные реверы. Это же просто... Так... Вообще, ну... А музык... Музык таковой там нет. Там просто идёт, как бы... Такой, как бы... Колотушки, да? Там какие-то там хай-хэтики. И всё, в общем-то. И такая... Сплошнякома такая каша. Где-то там что-то очень быстро. И, кстати, во многом быстрее даже, чем... Тот тех, на который я играю на данный момент. Да? Я там играю там 130-140. Там 150-160 может иногда достигнуть. То есть, да? Витя Строганова послушает. Витя Строганов, кстати, вот моё личное мнение. Витя Строганов молодец, большой. Ну, во-первых, он профессионал своего дела. Потому что он, как бы, ну, шарит... Это, конечно, всё время история. Когда я приезжаю в какой-то город, и говорят, «Мах, ну, тут Витя...» Или «Мы хотим видео поставить. Ну, это же киздец, это же так дорого». Во-первых, донорар. Во-вторых, он попросит ещё звука доставить. А если не доставишь, так он играть не будет. А если ещё что-то не то... А Витя реально, он приезжает. Он приходит, говорит, «Я не буду играть. Мне не хватает ещё пятёрки». Вот где хотите, там отберите. Вот что значит бывший звуковид. Да. Почему бывший? Он именно этим часто занимается, помимо всего. Ну, там школа в Дижи тоже, где у неё там Маша Балиновская играет. Просто жена, видите, она директор школы, и она говорит, «Ой, под Машей Балиновской! Какая трудная вы!» Видно, что человек хочет играть. Вот ты меня читала, Маша Балиновская. Так хочет играть. Ну, это распухла вся беда. Ну, это модно сейчас. Ну, это не модно. Ну, что-то вот Паша уже быстро завязал как-то. У него что-то не пошло? Не продолжать. Может, интерес пропал. Продолжать, продолжать. Он играл много, когда Мальборо его подписали на Туру. Он сам ездил с каким-то барабанчиком. Да? Значит… Мы хотели свои дарные прийти из кино. Нет, ну, зачем? Почему? Человек тоже, как бы, ну… Играет барабанчик. А что он играет? А что он играет? Слушай, ну… Так он играет? Он такой вижн квест играет. Какой-то что-то такое. Ну, мне сложно сказать, что играют все эти люди, если честно. Потому что я… Мне кажется, когда человека нет… Ну… Играет музыки Паши Воли. А Паша Воля, с одной стороны, поставил себе Брэда Битта, с другой стороны… Джоали, значит, эти картонные, да? И вот он, значит, там сам играет. А все, как бы, ну, все насрать на музыку, все пришли, как бы, ну, просто на Пашу. Пазу брать ведь. Ну… Да какой поражать? Нет, все танцевали. Ну, там другая немножко ситуация. И понятно, что там, ну, как бы… О какой музыке-то можно идти речь? Вообще, ну, не знаю. Ну, то, что играют в Москве, то, что играют на Украине. Вот это… Как бы… Это одинаковая музыка, мне кажется. И она… Ее играет вся Европа. Конечно, как Теххаус. Да? Нет. Там не Теххаус. Там потяжелее, чтобы пожить. Вот ты тоже Теххаус играешь, но ты играешь больше к дипу, да? Как-то. Теххаус – очень такое понятие резиновое. Да-да. Его можно и до Эмбиента растянуть, с одной стороны, и до хардкора, с другой. Ну, я имею в виду, пока, там, по скорости, да, воспроизведение. Поэтому, тут, как бы, вообще… Так, а что по особенности? Ну, я, естественно, будучи подписчиком изрядным, сказала ей, говорю, Павлик, бля, лучше бы ты шути вообще. Ну, как бы… Я сказала честно и по-доброму. Совершенно я не хотела его обидеть или еще что-то. Он, конечно, надулся. Какая-то ему там поклонница вылила нам с девочкой на голову шампанского. А девочка оказалась из оргкомитета. Она привела охранников. Охранники выгнали этих девочек, которые вписались якобы на Пашу. Ну, у нее никто это не вписывался. На самом деле, все было… А драки не было? Нет, драки не было, к сожалению. Я была, на самом деле, очень добрым и нехорошей. Поэтому драки не было. Давай что-нибудь послушаем из того… Давай. Вот мне нравится вот эта вот очень песня, кстати. Какая песня? Песня, да. Только вот я не знаю, будет ли она сейчас тут играть. Видите, какая она все уже… Какая песня. Из того, что… За песенную. Ну, кстати, с пластинками в этом плане… У меня потому что есть папка, да, по этих… CD, такая… Я ее называю вьетнамской папкой. Я потому что для Вьетнама скидывала туда… Виним, потому что в Вьетнаме не было вертушек. И когда я второй раз поехала в Вьетнам, мы там решили делать вечеринку. И вот у меня как-то CD больше роскошный материал, чем пластины. Получается. Ну, я ее очень любила. Она, кстати, у меня записана как-то из миксов из ранних, только я не помню, что там. Настя дает говно. Сейчас посажется. Филателлия называется? Да, я тоже, да. Филателлия называется? Не, не, не. Филателлия, точно. Надо же с чувак еще говорить, значит, да? Да. Хорошо. Груст straight, как и сейчас. Оставайте, не, не. Ха, вон, здесь. Настя дает. Что такое? Дичьево. Греンベレей, Гринь-ля-ь, Гре-сья-х, Гринь-ля-ь, Гринь-ля-ь, Гре-ви-ля-ь, Гринь-ля-ь, 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, как-то он так работал странно. Я помню, что там было несколько вечеринок, и Эдик все время затыкал мною и слонов дырки, потому что у него даже не было диджей, в которые там выиграли. То есть такое количество диджакеев, которое нужно было на весь месяц в Казантии, он просто не располагал таким количеством человеческих единиц. Ну и все, на этом как-то все заглохло. И потом Никита говорит, давайте, Лена, вы с Лешей Хасом возьмите, я вам, типа, даю просто площадку, не беру за нее аренды, беру аренду только за бар. Если вы хотите делать бар, делайте бар. Если вы не хотите делать бар, делайте просто танцпол, я вам как бы все сам построю, вы просто играйте и, ну, просто сделайте мне питерский танцпол. Ну, Леша же, как, нормальный конгрессант, он говорит, как это без бара, я хочу зарабатывать, вы что, бесплатно будут работать, что ли? Ну, мы решили взять и танцпол, и бар. Ну, в общем, не прогадали. Единственное, что, конечно, угробили кучу здоровья, там, времени. И был так, и тогда мы восстанавливали тоннель еще с Лешей, и вот этот танцпол в 2002 году, он назывался тоннельным. И он был самым классным, короче, танцпол. Но потом, наверное, в 2003 году Леша слился, и я осталась одна. Но желание маршрунка иметь питерский танцпол не исчезло. И он говорит, давай, Леночка, ты занимайся теперь сама питерским танцполом, я тебе сам все построю. Я, естественно, бар на себя брать не могла, во-первых, потому что я физически бы не справилась, во-вторых, я лох вообще во всей этой деятельности коммерческой. Я говорю, хорошо, давай мне танцпол, давай мне звук, ну, а людей я тебе обеспечу. И вот с этого, получается, что с 2003 года началась история танцпола питерского, питерского счастья. И присуществовала танцпол ровно 6 лет по 2009 год. И он был очень хорошим, во-первых, потому что я не пускала туда играть никого, кроме питерских, но иногда, может быть, каких-то людей, я делала какие-то просто отдельные ученики, там, Калининград, например, но только тех людей, которые выступали в формате вот именно никому, ну, как бы, такому. У нас не было вот такого прям совсем коммерции, звучало очень разное. Было очень много драм англэйса, было много брейкса, было много техно. Ну, как-то вот все, что было в тоннеле, в лучшие времена представлено, и люди, которые реально играли в Питере, настоящие диджи, рабочие, не какие-то, вот там, типа, приехали, там, типа, пальчиками просто покряхтели. И в 2009 году почему-то его Баршинок решил отдать Кис ФРМ, и на эту историю закончилась. Ну, и все, о чем? И Саша ушел. На этом момент он не участвовал. Участвовала пару раз. Или тройку. Там как-то все очень, конечно. Ну, очень забавно. А у Семенка? Я просто таких мероприятий забавно много видела, и Бедное озеро, на мой взгляд, не самое лучшее. Я просто боюсь вот таких мест, которые, ну, если, скажем, я просто знаю, да, когда мы там делали какие-то мероприятия, там, в том же, в той же знаменке, или еще что-то, просто люди, которые все это организовывали, они продумывали все прям до мелочей, да. Если люди приезжали, там реально была гостиница, можно было там как-то перекантоваться, или как-то вот что-то... На Медном озере были разрозненные какие-то организаторы, да, какое-то количество разных организаторов, никто ни за что не отвечает, куча наркотов кругом, куча каких-то никакой охраны, там еще рядом военные... Да, два человека, надо на Москву, и надо так и по кустам, да, и вообще... Да, и какая-то еще военная часть, я не понимаю, то ли штрафбат там какой-то, тут все время какие-то залеглые солдаты приходили, которые, ну, вообще, ну, конечно же, после казармы, они очень агрессивно себя вели, я помню, были какие-то потасовки, ну, я как бы не боюсь таких вещей, но, в общем, как бы... Ну, и что касается звука, конечно же, там все было очень провально. Ну, там, как я понимаю, туннель какой-то свой, танцпол же делал обычно. Ну, это, видимо, уже после того, как я ушла. Ну, я, ну, наверное, последним был. Там, честно говоря, меня очень восхитил бар, ну, такие столы, там вода, понятно, и вот этими духами чай, есть. Ну, вообще, такие, блин, специальные мази продавались от комаров, потому что там ночью было очень много комаров, там же, да, там же заболочили, там все. А я шел и спрашивал, а Таня была, она приехала, а мальчишник бурый, а не мальчишник, эти руки вверх будут, народ такой, кто-то понимал, кто-то такие на меня так косились. Там, да, там контингент еще какой-то очень странный, такое ощущение, что там все, все жители прибрежных деревьев, перед этих окрестных деревень собрались в этом месте, и для них это был такой прям, как, знаете, как актографест в Германии, наверное, всего, в Бугаре, кто-то там Тану, кто-то там... Ну, форты более-менее такой, как бы, организованный был. Первый чумной форт, который делал как раз Миша Бархина, делали питерские, он был... Вот я на нем, на нем я была, а на остальных фортах я не была, потому что... Чем, это какой меч? Какой-то, какой... Ну, самый-самый первый. Самый первый. Чем-то я помню, было еще на дабе, там, под мостом, когда я собрала... Миша Бархина, это ищите, не знаю, не знаю... Это ищите, не знаю...